Обсудим, каких продуктов надо избегать, если у вас герпес первого или второго типа. Если у вас, скажем, герпетическая лихорадка на губах или во рту, или если у вас генитальный герпес, надо избегать одних и тех же продуктов. Надо избегать продуктов, в которых много аргинина, это аминокислота, и надо есть продукты, в которых много L-лизина. Дело в том, что аргинин блокирует L-лизин. L-лизин может загнать вирус герпеса в ремиссию. Этот вирус может активизироваться из-за избытка стресса, избытка солнца или ослабления иммунной системы. И вот что чрезвычайно интересно. Этот вирус есть у 95% взрослого населения. Итак, он может входить в ремиссию и выходить из неё в зависимости от разных факторов, главные продукты, которых надо избегать. Все орехи, все семена, все ягоды, злаки, бобовые, тофу, желатин и яйца. А вот продукты, которые можно есть. Рыба, морепродукты, курица, говядина, баранина, сыр, овощи и проростки. Допустим, у вас такая ситуация, что вам пришлось поесть орехов, семян, ягод и так далее. В таком случае одновременно принимайте эллизин. Это вам очень поможет. Это аминокислота. Её можно купить. Я рекомендую дозу в 3000 мг, если проявления сильные, и вы хотите устранить их быстро. А для профилактики можно принимать намного меньше. Можете принимать дозы, указанные на этикетке БАДА, который вы купили. Если хотите больше узнать о том, как создать здоровое тело, подпишитесь на канал и не пропускайте новые видео.